всем привет как всегда благодарю тех кто смотрит мои монологи изумительные и тех кто пишет комментарии под моими монологами изумительными мне очень приятно читать ваши изумительные откровения но не обижайтесь это я так шучу на самом деле действительно интересное я иногда отвечаю стараюсь по возможности ответить максимально на большее число ваших постов но не всегда хватает времени на это так что пишите и пообщаемся по возможности задают вопрос мне некоторые люди некоторые знакомые и незнакомые как вы можете или как ты можешь слушать и джаз и разную серьезную музыку тонкую и сложную да и вместе с тем какой-то там black sabbath легко и просто я могу слушать потому что в жизни проходил через большое количество периодов вкусы мои менялись и совершенствовались и укреплялись сказать и конечно огромное количество пластинок которые я слушал в детстве в подростковом возрасте я пронес с собой через всю жизнь и слушаю их с удовольствием до сих пор и открываю в них новые и новые прелести разные музыкальные тонкости очень интересно это слушать особенно в контексте времени когда вспоминаешь в каком году вышла эта пластинка и что происходило в это время рядом с ней и вокруг нее но хорошая музыка она не имеет возраста она также современно также интересно как и 40 лет назад и 50 лет назад и 100 лет назад и 200 и 300 и 400 и как угодно если это хорошая действительно музыка написанная от души написанная осознанно как-то так и в общем она не теряет своей прелести телефон у меня звонит но ничего страшного потом отвечу так вот black sabbath да black sabbath master of reality третий альбом замечательной группы без преувеличения замечательная группа очень интересная очень музыкальная как это для многих неудивительно прозвучит очень своеобразная да и называют ее как угодно от отцами там дума отцами хэви металла это все не интересно это все не интересно когда вот эти парни записывали свою музыку они не считали себя никакими отцами никакими основателями и никакими провозвестниками там каких-то новых стилей первооткрывателями они просто играли музыку ту которая нравится это к разговору о стилях когда я читаю уж извините вот эти штуки они начали экспериментировать с прогрессив роком они они начали экспериментировать чем-то никто чуть не выругался низкий они с чем не экспериментировал играли то что хотели в данный момент вот им понравилось так играть они так играют но поверьте что за какие-то идиоты ботаники которые могут собраться давайте поэкспериментируем с джаз роком ни с того ни с сего ну пожалуйста они начинают экспериментировать джаз роком получается полная хрень потому что вот эти вот искусственные телодвижения я сейчас буду экспериментировать с этим полная хрень к чему это говорю потому что про этот альбом тоже мог по написано очень много музыканты решили здесь поэкспериментировать и понизили строй ничего не не решили поэкспериментировать они просто понизили строй никакие это никакой не эксперимент тем более что они не первые были я имею ввиду гитарный строй они не первые были в этом деле хотя пишут многие критики что они впервые опустили там на полтора тона гитарный строй Джимми Хендрикс всю дорогу играл на гитаре с пониженным строем, и ничего страшного, и Джимми Хендрикс не один, а много кто играл, у нас и в России есть такие люди, которые играют с пониженным строем, не буду называть имен, кому как нравится, тот так и играет. Поверьте мне, пожалуйста, ну, елки-палки, я буду экспериментировать. Человек подумал, ну, опущу-ка я немножко гитару, будет интересно, мне так легче играть, и здорово. И тем более, что здесь понижен строй на трех песнях, собственно говоря, Children of the Grave, Lord of the World и Into the Void. Вот, особенно в Into the Void это слышно, как гитара Tony Iommi здесь просто ревет, хрипит, и так наваливается на нас этот звук. И, кстати, понижение строя, что это такое? Это не значит, что гитара звучит ниже, да, потому что, когда ты берешь там аккорд, ля мажор, да, не с пониженным строем, а просто на три лада переставляешь пальчики, да, и играешь, у тебя, получается, на полтора тона ниже. Для этого не обязательно перестраивать гитару. Другое дело, когда там нижний ми берешь и на полтора тона вниз, это да. Ну, собственно говоря, сейчас баритон гитары же выпускаются, которые играют просто с пониженным строем сами по себе, да. Ну, то есть ни с каким не с пониженным строем, там просто шире, шире диапазон вниз существует, да, при настройке. И вот этот самый пониженный строй, он больше здесь играет тембральную составляющую, нежели чем уход куда-то за возможности традиционного гитарного строя. Хотя есть места, где и уход вниз тоже присутствует, например, там в той же самой Children of the Grave в финале, когда бас уходит в какие-то инфразвуковые уже области. Ну, и Into the Void тоже там есть места, куда совсем упускается уже, ноты куда-то уходят просто под землю. Но, в общем, пластинка хорошая, подошли к ней, конечно, с душой, записывали ее целых две недели, в отличие от первых двух альбомов, которые мгновенно выскочили. То есть серьезно работали. А может быть, серьезно работали от того, что экспериментировали. Экспериментировали в данном случае с различными сортами табака, полузапрещенными или совсем запрещенными. Значительную роль здесь сыграла группа «Маунтинс», с которой они, Black Sound, ездили в тур после записи второго альбома. И как раз группа «Маунтинс» подсадила их на различных сортов табака, которые жутко понравились артистам и Тони Айоми, и Уази Осборну, и Баттлеру, и Ворду, и всем остальным. И эксперименты продолжались в процессе всей записи. Вот этот кашель, который открывает песню Sweet Leaf, очень хорошую, с тяжеленным рифом классическим, уже кто только кавер не делал на Sweet Leaf. Вот этот кашель, не засемплированный, а зацикленный, нарезанный с пленочкой, это как раз кашель после одного из экспериментов Тони Айоми с неземным сортом табака. Скажем, я не буду называть этот сон. И это случайно было записано, и музыканты сочли, что это очень хороший звук, хорошая вокальная партия. Тони Айоми называл это своей лучшей вокальной партией. Из всех им исполненных дискретно на разных альбомах. И здесь, кстати, я что хочу сказать, что для тех, кто не слышал никогда группу Black Sabbath, можно провести такой эксперимент. Собрать из каждого альбома несколько по одному, скажем, треку. Из первого взять там Red Sun Rises in the Sky кусочек. Из второго альбома взять там Planet Caravan. Из этого альбома взять Solitude, Orchid и Embryo. И дальше-дальше пойти там в Sabbath, Bloody Sabbath есть хорошие места. В Wolf 4 есть целая песня большая, лирическая, прекрасная. И собрать такой альбомчик, дать человеку, который никогда не слышал Black Sabbath, послушать. И сказать, что это замечательная фолк-группа. Это практически даже лучше, чем там Fairpot Convention. И человек может поверить. Потому что действительно фолк-рок такой интереснейший. Вот Solitude просто. Просто Fairpot Convention в чистом виде. Ну и вот два этих инструментальчика, Embryo и Orchid, они тоже прекрасно вложатся в эту историю. Но на самом деле Black Sabbath это не такое. Мы с вами знаем, что это такой светлив, как я уже сказал, классический тяжеленный гитарный риф. Вокал Осборна, самый отвратительный тембр в мире, на мой взгляд. Этим он и хорош. Есть еще несколько отвратительных тембров. Например, на мой вкус это господин Дио, которого я слышать не могу физически. Хотя иногда слушаю все равно. Но Ози Осборн, он, конечно, еще более отвратителен. И вот за счет этого еще он лучше. Он абсолютно точно, идеально ложится в музыку Black Sabbath. И это, конечно, классический состав. Первый состав с Ози Осборном. Это настолько они слились и музыкально, и политически, и идеологически, и тембрально. Все, что это идеальная рок-группа. Светлив, как всегда, с медленного рифа переходит в быструю часть. Йоми очень любит эти штучки смены ритма. Хорошая очень гитарная соло. И в конце Осборн поет, поет, поет. Потом такое ощущение, что слова у него заканчиваются. Он все равно продолжает. О, е-е-е-е. Вот что-то еще хочется спеть, а слов уже нет. Но и все очень хорошо. After Forever. Пошел неожиданный синтезатор, на котором Айоми играет. И синтезатор подкладочкой звучит везде. От начала до конца. Просто его очень плохо слышно становится. Он тонет в каше. Извините. В хорошей, крепко, хорошо сваренной каше звуков Black Sabbath. Очень интересная здесь гитарная соло. То есть оно интересно, как такого Хендрикса, да, у Тони Айоми. Там из канала в канал все это летает. С Вау-Вау немножко. И так очень завораживает прямо, да, такое вот. Хендрикса слушали и любим. Все знаем. Все очень здорово. Ну, такая маршевая достаточно песня. Интересная. И она очень повествовательная. Что здесь мне не то, чтобы нравится, не то, чтобы не нравится, не то, чтобы удивляет и не удивляет, но заставляет как-то озадачиться. Что такое ощущение, что здесь нет таких вот ярких музыкальных хитов мелодических, мелодических хуков именно в вокальной линии. Очень повествовательная штука. Айоми все время рассказывает истории, рассказывает тексты. Он поет, в смысле не Айоми Осборн. Он поет, конечно, все по нотам, мелодия есть, да. Но эта мелодия пропадает за обилием слов, за текстовой подачей. И вот Автофорево он тоже декламирует. Поет при этом, да, но все равно декламирует. Своё послание Эмбрио я уже и говорил. Кусочек микроскопический фолк-рока. Вот Children of the Grave мне очень нравится, конечно. Здесь сдвоенное гитарное соло. Уже не просто из канала в канал, а две гитары, как Эрик Лептон там в Крим играл. Одна гитара одной играет, другая другое. В разных каналах все это переплетается, заплетается. И очень приятно слушать тем, кто любит гитарный рок. Просто вот такая вот, не то чтобы бессмысленная гитарная игра, но она такая вот, создающая фактуру, в которую погружаешься и наслаждаешься. Как играет электрический гитарист. Приятная игра. Очень хорошо играет, кстати. И те специалисты гитарной игры, которые ведут свои блоги в интернете, и ругают, там этот не умеет играть, тот не умеет играть. Да, ребята, все умеют играть. Ну что вы говорите, не умеют играть. Те, кто не умеют играть, не выпускают пластинки. Поверьте мне. Продюсеры есть. ОТК есть. Отдел качества, который не пропустит никогда плохую музыку. Это однозначно. Это бизнес. Это шоу-бизнес. Суровые законы. Очень хорошая перкуссия в Children of the Grave. Я не знаю, почему там барабанит Энди Уор. Такое ощущение, что по ободу барабана. Ну, наверное, не по ободу, наверное, почему-то другому. Но вот эта перкуссия. И, кстати, перкуссий здесь вообще много на альбоме. Если послушать барабанные партии, все время какие-то то колбельчик где-то, то что-то еще, то еще какие-то звуки такие перкуссионные. И они создают красочку очень интересную. При всей вот этой вот мощи тяжелой, сдвоенной, дабл-треком прописанной гитары. Кстати, очень много здесь у Айоми. И такое ощущение, что там Alice and Chains подчеркнули отсюда очень много в записи. Хотя, ну, дабл-трек только ленивый не писал уже дабл-треки. По четыре трека записываются гитары в унисон, чтобы плотняк был. Это уже все пройденный этап. Lord of the World. Очень сложное произведение. В отличие... Вообще, мне вторая сторона нравится больше, если исключить отсюда Solitude. который в сборник песен Firepod Convention пойдет. Я вообще люблю фолк-рок, но Solitude я не считаю каким-то сверхдостижением. Но это мое мнение. Я про свой взгляд рассказываю. Ну, любимое, конечно, Into the Void, где вот этот пониженный на полтора тона, по-моему, пониженный гитарный строй Айоми и Батлера синхронно, синхронно, вот он здесь в полный рост. Здесь такой гитарный тембр, изумительный, просто. Вот этот такой. Такой тембр, который просто вот обволакивает. Таких тембров на обычном строе так звучать не будет. Просто полный кайф. И вот это действительно откровение. Никто так не звучал до этого альбома. В общем, очень рекомендую. С точки зрения, собственно, песен самих мелодических, таких вот мелодических красот, для меня здесь ничего интересного, честно говоря, нет. Но вот общая концепция, вот этот общий мрак, вот эти тембры, игра, игра в басу здесь, конечно, как всегда фантастическая. Тут бас и вниз уходит, как я говорил, с пониженным строем. И булькает еще. У него так интересно записано. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Такой вот. Он местами вот такой вот гулкий. А местами вот такими катышками катится. Очень интересно. Ну и вообще бас в Black Sabbath – это отдельная история. Хорошая пластинка. Я люблю ее, как и все первые альбомы Black Sabbath. Пошел пить, пока.